Ола, амигос! И с Новым Годом! А вы оценили мою маечку? Круть, правда? И нет, это не такой вот оригинальный способ толкнуть мерч. Это не мои девочки на Новый Год подогнали. И это отличный повод затронуть тему подарков, традиций и прочих радостей и развлекух, которые приняты тут, в королевстве испанском. Вы на канале Испания наизнанку, усаживайтесь поудобнее. Ну, приснитесь ей что-нибудь, если осталось. Не забывайте подписываться. И поехали! И вот честное слово не знал, с чего начать, с подарков альтрадиций. Но подарочки победили, ибо человеческая натура алчна по природе своей. И на эту тему меня жена подтолкнула. Так а в какой-то момент у одной из испанских групп для девочек начали обсуждать, а чем же одарили-то их благоверные всей чудный день, ну, точнее, ночь. И как оказалось, 100 подарков возглавили игрушки для взрослых. И я не про машины. Ну, там, конечно, был парфюм и походы в салоны красоты на всякие фейслифтинги и прочие приятности. Ну, не без золотишка, конечно, камушки, брюлики, бусики. Но более половины из всех комментариев, которых было под несколько сотен, топщик держали. Именно пластиково-резиновые безделушки. Одним словом, какая-никакая альтернатива мужу. Ну, а чего? Чем не вариант? Из серии, вот тебе подарок, а у меня сегодня вечерочком новый рейд в танчиках. Ай, в какой-то другой гамульке. В общем, с Новым годом, любимая, целую и обнимаю. Оливье был огонь, не скучай. Ну, батарейки еще в коридоре, в тумбочке. Хотя сейчас же век умных девайсов с аккумуляторами. Ну, значит, и того проще. И, увы, подобной группы для мужской половины человечества я не знаю и на схожую тему как-то не натыкался. Но, если предположить, что это все тренд, то там, видимо, под елочкой находили лубрикант и годовую подписку на общеизвестный сайт. Ну, из серии и тебе, любимые, тоже не скучать. Ну, да ладно, смешно, конечно, хотя даже не знаю, кому. Тем, кто меня смотрит, кому это все дело подарили или тем, кто. Тем не менее, тема подарков в Испании, она своеобразная и непонятная. И, безусловно, все зависит от того, с кем вы общаетесь и внутренних традиций. Ну, внутри семьи. Ну, и круга общения, конечно. Но идея нарисовать что-то карандашиком абстрактненькое на листочке формата А5. Это вот, если что, половина обычного листа. Запихнуть все это дело в рамочку и подарить. Или прийти с бутылкой вина. Это, в общем и целом, тут норма. От очень многих слышал, что, как таковые, подарки на Новый год тут не приняты. И на Рождество-то особо на щедро-то не пробивает. Но, опять же, все очень и очень субъективно. Кого-то золотом задаривают, а кто-то, как, ну, в том анекдоте про перспективу из шарика. Озвучивать не буду, ну, погуглите, кому интересно. Но при этом детей эта штука не касается. И будут их задаривать и на Рождество, и следом 5 января, когда короли приходят. На испанском это звучит как Reus Magos. Или проще день поклонения волхвов. И игрушки вывозятся из магазина все эти дни, ну, просто тележками. На кассах вообще продуктов нет, одни игрушки. В торговых центрах идут бесконечные акции и реально огромные скидки. Там до 70% доходит. И это цены настоящие, они не рисованные, как можно было бы подумать. Ну, благо есть Амазон, а значит все это дело проверяется всего за одну минуту. Одним словом, первое место в Европе в покупке игрушек. Испания уверенно держит из года в год. И ничего здесь не меняется. Но да с подарками себе, любимым и родственникам тут вроде как все ясно. Но вот какие в Испании традиции? Как люди готовятся? Что делают? И вообще, как тут все это дело обстоит? И подскажу, обстоит вообще не так, как у нас. К примеру, нафталиновые фильмы 31, 1, 2, 3 и 4 в бесконечных повторах по центральным каналам не пускают. Да и звезд эстрады, которых никто не слушает. Да и вообще, о существовании которых нынешнее поколение знает-то благодаря вот этим вот новогодним вечерам. Тут тоже не чествуют и эфир ими не засоряют. Да и с пышными столами, селедкой под шубой, оливьешечкой. И хоть ты тресни, но что была красная икра, Новый год тут тоже не ассоциируется. Кстати, с замиранием сердца речи короля тут тоже никто не ждет. Там за 5 минут до 12. Хотя к нему тут отношение крайне хорошее и позитивное. Чего не скажешь о тренде, который был с восторгом встречен россиянами в этом году. Делать фотографии на фоне телевизора с президентом в пальто и бронежилете. Только если еще лет несколько назад все поднимали руки с бокалом, то сейчас тоже поднимают только без бокала. Но да вы сами все это, я думаю, видели. И ТикТок, Инстаграм, и Фейсбук, и Твиттер. Вот все заваленными этими фотками. Странно, что еще вот Роскомнадзор все это дело не заблочил. Ну, наверное, не успел. Праздники. В общем, Новый год тут это просто смена одного календарного года другим. Ну, для молодежи, конечно, еще есть отличный стимул смолить в клубик. Правда, не в этом году. Однако, есть вот одна тема, которая всегда забавляла. И этот год был первый для нас за 9 лет нахождения в Испании. Когда мы решили все сделать как испанцы. Ну, или почти все. И оделись мы во все красное. И самое важное, чтобы труселя красными были. И пришлось напрячься, но даже в красном была наша кошка. И ровно в 10 часов вечера. Да, кстати. Ну, так как весь год весь проходил через жопу, то и встречать мы его решили так же. В общем, по-испански, но по московскому времени. И пока били куранты, нужно было успеть открыть шампанское и скушать ровно 12 виноградин, загадывая желание. И скажу вам честно, на скорость хомячить виноград, загадывая желание, оказалось куда как приятнее, чем в панике писать их на салфетке. А после чего ее поджигать, кидать в бокал и вот вместе с шампанским весь этот недоактивированный уголь пить. А еще я обратил внимание, что к моменту, когда виноградик доедаешь и шампусик допиваешь, аппетит как рукой снимает. В общем, лайфхак. Встречаешь Новый год по-испански и на тему стола можно не париться. Худо, бедно, сыт будешь. А дальше было, ну что у нас было? Звонки родственникам, друзьям, поиски подарков под елкой. Потом снова шампанское, шуба, шампанское, оливьешечка, снова шампанское. Ну уже по другому часовому поясу. А дальше я уже, честно говоря, и не помню, что было. В общем, примерно так он прошел у нас. А вы были на канале Испания наизнанку. Больше позитива и меньше проблем в этом году. Ставьте лайк, если вам понравился видос. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok